МИХАИЛ ЭПШТЕЙН В первую сотню рейтинга социогуманитарных мыслителей России является автором известных книг «Знак пробела», «Философия возможного», «Словарь проективной философии» и других работ. В Харькове же состоялось незабываемое знакомство Эпштейна с украинскими учеными-гуманитариями. Мне очень тепло в этом городе во всех смыслах, и в прямом, и переносном. Я из холодной дождливой Москвы оказался на Харьковском солнце, и такую же теплоту я чувствую в аудиториях, взаимодействие с сослушателями. Оно теплым, как правило, оказывается. Нет таких каверзных, провокационных или чисто негативных реакций, которые нередко случаются в московских аудиториях. Разговор идет конструктивно, доброжелательно, все это греет опять-таки душу. В лекции под названием «Проективное мышление. Будущее гуманитарных наук», которую он прочел в Харьковском национальном университете имени Каразина, Михаил Наумович попытался раскрыть подлинные причины кризиса современного гуманитарного знания. По словам философа, причины кризиса стоит искать внутри гуманитарных наук. Он коренится в самом объекте гуманитарного знания, которое изучает текстовую реальность, так или иначе имеющие отношение к прошлому. Нет альтернативы той трансформативной работе преобразования языка, литературы и других предметов гуманитарных дисциплин, о которых я говорил, что гуманитарные науки, которые ограничиваются просто описанием или воспроизведением своего предмета, они оказываются изолированы от общества, изолированы от цивилизации 21 века. И чтобы выйти из этого кризиса, из этой полосы отчуждения, когда гуманитарные науки все меньше обращены к человеку, к человечеству и все больше заняты интерпретацией старых текстов, и в этой замкнутости, в самой изоляции, они постепенно превращаются в нечто вроде как грамматик мертвых языков. Гуманитарные науки должны найти свой путь в современное, свой путь в будущее, и нам предстоит еще создать целую отрасль вот таких гуманитарных технологий, которые взаимодействовали бы с гуманитарными науками, так же как технологии взаимодействуют с естественными науками, или политические формы деятельности с социальными науками. Его современные взгляды, касающиеся развития гуманитарной науки, не просто интересны. Он своеобразный вещун 21 века, в новую интерпретацию опять зовет, взывает к нам, как в свое время взывал с зовом Хайдеггер в нескольком ином контакте. Люди, вспомните, не узнаете, а вспомните, что наука, религия, философия – это единое целое, в разных граних. И интересно говорить, что чем дальше развиваются последние достижения физики, тем больше и больше экспериментальных физических доказательств квантовой физики в ноосфере именно о том, что Вселенная – разумно организованный организм. Продолжением встречи с Михаилом Эпштейном стало заседание круглого стола на кафедре медиакоммуникации Харьковского национального университета имени Каразина. Тема беседы – альтернативное мышление, сетевые проекты и виртуальные миры Михаила Эпштейна. Есть возможные миры мыслимого, говорит Михаил Наумович. Это философские системы, религиозные движения, художественные течения, жизненные ориентации, виртуальные народы и государства. Говорил философ и о словотворчестве, и о своей концепции однословия, где слово – это предмет и одновременно результат литературного творчества. Своим главным вдохновителем в деле словотворчества, нарезу с Хлебниковым, Андреем Белым, Северянином, Эпштейн называет Владимира Даля. По его словам, именно он был главным проектологом в русском языке. Безусловно, сегодня русский язык требует обновлений, но Эпштейн против заимствований, безграмотных и глупых. Он за естественный процесс, словорождение, творянство, создание смысловой проекции в современном культурном измерении или, как сказал бы сам философ, в реале. Для сотрудников кафедры медиакоммуникации это непростая встреча. По словам заведующей кафедры доктора философских наук профессора Лидии Стародубцевой, Центр медиакоммуникации Харьковского национального университета имени Каразина – это плод его теоретических идей. Впервые произведение Михаила Наумовича Эпштейна мне попало от английского профессора из города Лидс, из университета Лидс Джонатана Сатана, который передал мне статью Михаила Эпштейна и попросил ее прокомментировать. Я испугалась и так и оставила этот текст без комментариев, он показался мне слишком сложным. Но этот текст зародил во мне интерес к творчеству Михаила Эпштейна. И я стала читать все, что тогда возможно было достать в напечатанном виде, в электронном виде. И во многом то, что я научилась проективному мышлению, или, как любит говорить Михаил Наумович, возможностное мышление, расходящиеся дискурсы и сады расходящихся тропок, новых идей, новых теорий, новых концепций. Во многом существование этой медиа-кафедры явилось порождением тех возможных миров, о которых писал в свое время Михаил Наумович Эпштейн. В трудах нашей кафедры, в наших лекционных курсах есть целые темы, связанные с теориями Михаила Эпштейна и с интернет-проектами, виртуальными мирами. И я даже не могла себе предположить, что человек, который был для нас идеалом и классиком, когда-нибудь может здесь появиться и как творец созерцать свое творение. На самом деле так оно и было. В медиа-кафедре есть творение, один из возможных миров Михаила Эпштейна.